Дружко, коровай крае, дружко, коровай крае. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Петров день – это особо почитаемый праздник, посвященный апостолам Петру и Павлу. И хотя в его названии есть религиозная составляющая, он больше связан с давней традицией сельских поселений – встречи родственников. Праздник Петра – это, конечно, долгожданный такой праздник. Приезжают очень много коллективов, раньше еще это называли джиеном, а джиен – это в переводе «собор», то есть когда собираются. И вот действительно, это большой собор и такой вот большой фестиваль, где люди вспоминают прежде всего о своей идентичности. То есть мы уже имеем свои особенности в культуре, искусстве, которые передавали нам наши отцы, матери, деды, бабушки. И на сегодняшний день Крящина тоже, ну, с большим рвением, я бы сказал, даже собираются и вспоминают песни, готовятся к этому дню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ежегодно весной и летом в городах и селах Татарстана проходят праздники русской, татарской, марийской, мордовской, удмуртской, чувашской культуры. В их числе праздник Петрау, который по праву считается одним из самых больших праздников и отмечается в День памяти святых апостолов Петра и Павла. Это праздник с богатым прошлым, щедрым настоящим и прекрасным будущим. Искренне желаю всем участникам политлурного народа праздника Петрау ярких побед, здоровья, благополучия и хорошего настроения. Петрау, Мабарак Волсен, бейрамбалянцы на дослар. Летние праздники заканчиваются. И самый большой праздник вообще такой вот, где люди гуляют на широкую ногу, это именно Петров день. Потому что после Петрова дня начинается уже страда. И запрещается, и петь, запрещается уже молодежные игры, только работа, только работа с утра до ночи. Поэтому вот по традиции мы и гуляем. Здесь представлена казачья Нагайбакская изба. Это экспозиция музея села Париж Нагайбакского района Челябинской области. Мы приехали на праздник Петрау. Соблюдая традиции своих предков, мы уже неоднократно бываем на этом празднике и с удовольствием принимаем участие. Значит, наши казачьи поселения, которые находятся в Нагайбакском районе Челябинской области, они названы в честь победы русского оружия в Отечественной войне с Наполеоном в 1812 году. Дело в том, что наши казаки Нагайбаки, проживая еще на территории современной Башкирии, принимали участие в этой войне в составе русской армии. И вот когда в 1842 году они были переселены, казаки, именно на территорию современного Нагайбакского района Челябинской области, было решено этим поселением казачьим дать название тех мест, по которым когда-то казаки Нагайбаки прошли в ходе кампании войны с Наполеоном. Париж, Париж, Парижларға житсін деп, Селем язып қаржи берді, мақпағым, Селем язып қаржи берді, мақпағым, Ше-ге, 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 қайтыр житсін деп, ПЕСНЯ 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 Вот этот этноним казаки Нагайбаки, он появился в 1736 году, когда на территории Уфимской губернии, где и сейчас находится село Нагайбаково, была построена Нагайбакская крепость. Дала приказ построить Нагайбаксову крепость императрица Анна Иоанновна. Дело в том, что наши предки, проживая на территории Башкир, в качестве припущенников, то есть они платили дань и Башкирам, потому что жили на их землях, и Российскому престолу. Так вот, они не принимали участия в восстаниях, которые Башкиры предпринимали против русского царя. И в благодарность за это Анна Иоанновна дарит им вот эти земли в собственность. Строится на этой земле Нагайбакская крепость, которая объединяет 11 деревень, и возводятся они в казачьи сословия. Вот с этого момента и появляется этноним казаки Нагайбаки. Нагайбакская крепость императрица Анна Иоанновна. 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 Он похож на катарский язык, но он всё-таки свой Нагайбакский язык. Мы разговариваем на Нагайбакском языке, стараемся учить детей, чтобы они тоже умели. У нас фольклорный ансамбль «Чишмелек», который здесь сидит, они как раз тоже стараются сохранить эти традиции, поют на нагайбарском языке. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здесь представлена наша нагайбарская кухня. Это выпечка, которая испокон веков, она передается нам по наследству от наших бабушек. То есть мы тоже стараемся сохранить рецепты вот этой выпечки. Значит, здесь вы видите пакрау-пирога, это покровские пирожки. Надо отметить, что только у нагайбаков покровские пирожки пекутся с начинкой из крупы, либо рисовой, либо пшеничной. Если вот посмотреть по другим областям, по другим народам, то если у них начинка встречается, там, яблочная, еще какая-то, то у нагайбаков это только крупа начинка. В казачьей семье, конечно, хозяином всегда был мужчина-казак. Но у нагайбаков женщин тоже очень почитали, то есть с уважением, с почтением относились к женщине. Не было так, что вот женщина там только готовила, что-то убирала и где-то там на задворках сидела. Нет, женщина была равноправным участником вот семейной жизни. Музыка 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 В Пестретинском районе Петровый день не является престольным праздником. У нас, как и у русских, еще есть престольные праздники. В нашем районе такого престольного праздника нет. Костюм состоит из самого платья, фарт, передника, фартука. Он обязательно у нас до шеи идет, вот, видите, до шеи. Потому что средняя часть открыта, чтобы удобно было кормить грудью. И поэтому фартуком закрывается. Фартук завязывается спереди, оборачивается. Это у нас тамаса. Это шейные украшения. Из царских монет сделаны. Потому что служили и со службы приносили деньги. Вот из этих денег делали украшения. Вот здесь моллюски каюри. Это раньше считалось тоже как деньги. Но потом начали использовать как обереги. Головной убор называется сюреке. Это от русского слова сорока. Тоже у нас волосы не должны быть видно. И уши должны закрываться. Еще камзол. Это летний вариант. Без рукавник. Это камзол. Украшенского платья передняя часть немножко поднимается. А сзади немножко опускается. Это чтобы и ходить удобно было. И когда женщина наклонялась, чтобы сзади ничего не было видно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok